И сегодня он будет нам служить для Трездеса, да, в первую очередь. Душила за Трездес. И я хочу из него представить Епископа Международного Движения Миссии Грейс. Твой епископ на Международное Движение Грейс. Он открыл несколько церквей. Твой утворил Някулку церкви. В России. В Фруссии. И в его планы Бог открыл, что так же и Болгария. И во фнеговите плане Господь вложил и Болгария. То есть, если Бог благословит. Чештом Господь благословит. Благоволит. И благоволит. То Он приедет и будет служить здесь. Значит, точно дойдешь и служит тут. И сегодня давайте мы поприветствуем пастора Александра Питкова. Пастор Александр Питков. Город Ижевск. Пастор Ижевск. Ишим. Приветствую всех. Поздравим на всички. Любовь Иисуса Христа. С любовь на Иисус Христос. Искрени привет от церкви Благодать. Искрени привет от церкви Благодать. Города Ишима. Город Ишим. Тюменска област. Из Сибири привет вам. Поздрави от Сибир. Когда мы уезжали. Погода там резко изменилась. Времято резко се промени там. Мороз пришел. Снег выпал. И Господь така непобудно към топлото, към юг. Приезжаем сюда, а здесь жара. Пак тук е горещо. Вот так вот хорошо, когда ты с одного природного региона переезжаешь в другой. И я благодарю Бога, что Бог мне дал такое здоровье. И сам благодарен Господь, что мне дал такого здоровья. Нет никакого такого, знаете, физического, последствия плохого. И я это чувствую, потому что я миссионер. Поэтому Бог скажет завтра на Северный полюс. Мы полетим. Скажет на юг. Или на юг Даутида. Все ути до там. Вся слава Иисусу. Хорошо. Итак, я хотел бы сегодня поделиться словом. Прекрасной церковью была в Болгарии. Русскоязычной. Многонациональной. И какие бы в мире не происходили события. Как бы дьявол не пытался нас расшорить. Мы дети Божьи. Поэтому с плачущими мы должны плакать. С радующими мы должны радоваться. И во всем искать Божью волю. И просить Его милости и благости, чтобы нам оставаться в Его воле. И совершать Его волю. А не свою человеческую. И да извълчваме Неговата воля. Поэтому слава нашему Господу. Затова слава на нашия Господ. Хорошо. У вас есть что-нибудь такое моё? Вот эти все поставить куда-то. О, хорошо. Постараюсь быть кратким. К тому же, сурдоперевод сокращает время моего и проповеди. У себя в церкви я много долго проповедую. Представляете, мне придется не в два раза, а еще меньше. Потому что у вас, я вижу, все равно регламент, он присутствует. Как в одной церкви, одну пастору так сказали. Когда он спросит, сколько мне дается времени проповедовать. Ну, вы можете хоть и до утра проповедовать. Ну, через 25 минут мы вставим, говорит, и уходим. Так что здесь свобода воли учитывает. Хорошо. Итак, первое место, с которым я хотел бы начать. Слово. Это Евангелие от Матфея. 13 глава. Притча, которая Иисус. В краткой форме, я думаю, он рассказал историю человечества. В краткой форме то объясняла история на человечество. В большей степени рассматривает последнее время или конец человеческого правления на земле. 24 глава, Ивангелия от Матфея. Так, но здесь, я думаю, тоже очень важно есть откровение, которое Бог, Он сокрыл. И так, я прочитаю этот текст. Или у вас кто-то читает? Почти, прочитаем тоже текст. Хорошо. Саша. Другую притчу приложил Он им, говоря, Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелый и ушел. Когда зашла зелень и показался плод, тогда явились и плевелый. Придя же рабы, домовладыки, сказали ему, Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелый? Он же сказал им, враг человек посеял это. И рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем выберем их? Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевелый, вы не вырвали вместе с ними пшеницы. Оставляйте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелый и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите житницу мою. Будете по-болгарски читать, да? Там все написано. А, все там написано, хорошо. Мне бонус. Итак, здесь говорит Иисус притчою. И тук Иисус говорит через притчу. Историю человечества. За историята на человечеството. И здесь в отношении сынов человеческих понятно. И по отношению на человеческие сыновеси разбира. Плевелый. Че са плевели. И в большей степени в богословии. И в другом степени в богословии. Об этой категории людей. И мы одна категория хора. Говорится, что это крайне испорченные люди грехом. Сеговорит, что у вас много извратений такого хора. Развратники. Богохулницы, развратницы. Отступники. Отступники. Еретики. Еретики. И все вот в этой стороне. И такая нотаток. Но я думаю, здесь есть нюанс. Который мы должны рассмотреть и учесть. Такие детали, которые требуют разглядами. Потому что, действительно, это очень серьезно. Такие детали много серьезно. Будет разделение. Да и мы разделение. Но вот во время того, когда это все появилось. Во время того, когда это все появилось. Те, которые наблюдали за всем этим. Они увидели, что это растение появилось. И это растение плевелы, которое мешает расти этим. Этому растению, то есть пшеницы. И так, что они смешались. Така, че те се смесват. Но я думаю, может быть, асимилировались. Или просто вот, когда вместе не растут. То понятно, что вырывая одно, можно вырвать другое. Когато заедно растат, не става ясно, че като изтръгнем одното, изтръгваме и другото. Но вот, когда Иисус истолковывает это, мы просим это место. Обаче, когда Иисус истолковывает это место. Когда наедине ученики спросили, нюш, истолкуй нам. Что значит эти плевелы? И Господь разъясняет. Давайте мы прощем это место. С 37 стиха. Он же сказал им в ответ. Сеющий доброе семя есть Сын человеческий. То есть это Иисус, это Бог. Поле есть мир, доброе семя, это Сыны Царствия. А плевелы Сыны Лукавого. Враг посеявший их есть дьявол. Жатва есть, кончина века. И жнецы есть ангелы. И вот здесь Господь говорит, что посеял добрая семя. Че когато сея доброто семя. Сын человеческий. Човешкия син. И знаете, все Иисусом сътворено. И всичко е сътворено от Иисус. До того, как Он, в буквально смысле, пришел на эту землю как человек. Докато Той буквально не дойде на тази земя в образ на човек. В естестве человеческом. В човешкото естество. Но Писание говорит о том, что Он им, че Той или от Него, всичко било създадено и за Него. От простым нашим человеческим умом трудно это воспринять за реальность. Но Библия говорит об этом, что Бог явился воплоти. Не е сложно да го разберем, но Библията казва, че Господь се явил в плот и е създал всичко. Первого человека. Адама. По своему образу и подобие. Как он это сделал? Перспективно посмотрел в будущее, увидел себя воплощенным в человека. И поэтому образу создал Адама. Первый человек. Я не знаю, можно таким образом как бы мыслить и воспринимать. Но Бог всемогущий. И для Него нет ничего невозможно. И для нас это все равно остается каким-то таинством. Не до конца осознанным. И по большому степени мы принимаем это верою. Но если мы возрастаем в вере, мы начинаем более и с ней понимать и этот факт. Но когда Адам согрешил, то мы видим, как Бог говорит в отношении Адама, Евы и Сатаны. И там написано, что семя жены будет бить его в голову. Поразит его в голову. А он будет поражать семя это питу. И Бог положил вражду между этими двумя семенами. То есть он поразит семя это. И вот интересно. И тут интересно то есть. Когда Иисус изтолкует эту притчу, Он говорит, что... Вот это семя, которое посеял Сатана, Оно будет причинять вред пшениц. То, что причиняло вреда на житоту. Вот это первое место, которое я сказал в Писании. Это первое место, какое-то в Казах. Я хотел бы еще внести такую сразу ясность. Потому что, чем дальше я буду говорить, для некоторых это будет радикально, наверное. Наверное, это будет, ну, в какой-то степени не соответствовать тому, что вы раньше, наверное, это в общем богословии слышали. Писание говорит, что есть то сакральное, которое оно сокрыто до определенного времени. Писание доказывает, что има сакральные неща, които са скрыти до некоторого времени. И в определенное время оно должно открыться. И в определен момент то треба да се утвори. И как вот пророкам Бог давал какое-то слово, и как то на пророкности Господь им давал некакво слово, то оно могло быть адресовано буквально в настоящему времени. То би могло да бъде адресовано към настоящето. И так же глубоко в будущее. И същност така в дълбокото бъдеще. И когда мы рассматриваем Священное Писание, И когда мы рассматриваем Священное Писание, мы должны быть очень внимательны тому, в какой период времени мы живем. За това в кое время живеем. Когда Иисус явился на землю, то есть Бог воплоти, люди должны были в Израиле распознать, что Он и есть вот обещан от Бога. В Израиле требовало распознать, что это убеждание Мессия. Но мы слышим, сколько раз Иисус упрекал учителей, которые, что они не знают Писание и силы Божьей. И Божья – это сила. Так же Он говорил, что вы наблюдаете, различаете небесные, вот эти все природные явления, научились, а явления, вот то, которое Бог предопределил, не распознали. Поэтому сегодня мы должны понимать, в какое мы время живем. И мы живем в последние дни, последнего времени. И вот эти события, которые в планетарном уровне происходят, они свидетельствуют об этом. И частные какие-то вот эти вот моменты, они тоже есть элементы, свидетельствуют о последнем времени. И им они как ве многу элементы, какую-то свидетельствуют за то время. Моя тема сегодня, сегодняшний пробудет – это приоткрытое, сокровенное осознание, осознание мира. И моята тема днес приоткрываем… Приоткрываем, извините, приоткрываем сокровенное от создания мира. Да, приоткрываем това, което искрите от создания на света. И так же это Иисус сказал перед тем, как вот именно вот эту притчу истолковать. И все, что такая Иисус го казва преди, да истолкова тази притча. Итак, мы видим, что действительно сегодня есть много признаков того, что мы живем последние дни. Иисус сказал, что в последнее время это проявится. Разница между пшеницей и плевелами. И плевелите. Итак, плевелы – это семя лукавого. Плевелите со семято на сатана. Ивангелие от Иоанна, в 8 главе, в 44 стихе, когда Иисус вел дискуссию с фарисеями, куда-то Иисус вводит дискуссию с фарисеями, которые противостояли Ему. Я думаю, некоторых из них Он назвал детьми сатаны. Давайте мы это место Писания откроем. Это 8 глава, 44 стих. Ваш отец – дьявол, а вы хотите и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, он говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Я, когда этот стих читал, много размышлял, и вообще, когда Иисус резкий какие-то высказан делал в адрес каких-то людей, он никогда не допускал, чтобы оскорбить кого-то, унизить. Но здесь Иисус называет их детьми дьявола. Для иудея это выше, чем даже оскорбление. Я думаю, что вот это мое понимание, что он говорил то, что на самом деле есть. Я думаю, говорил он именно, что вот это есть и плевели, с вами мукава, имал в предвиде, что това наистина са плевели и те на самарата, которые смешались, которые са смесили человеческим семенем, проникли. Чрез човешкото семей са проникнали. И вот, если взять эту гипотезу, я считаю, что это богословская гипотеза, которая имеет право существовать, она в какой-то степени может внести ясность именно в отношении Ветхого Завета и Нового Завета. Почему Ветхом Завете в Большей Степени Бог представляется жестоким. и очень жестоким по отношению к некоторым народам. И даже сказав вот по отношению этих народов, вердикт уничтожить полностью от старого до малого это чрезвычайно жестоко. И тут же Он говорит Моисею, я человеколюбив Бог, милостивый, прощающий до тысячи родов. Как это можно совместить? И по сегодняшний день действительно люди, которые не познали Бога, у них серьезные претензии к Богу. Ветхого Завета по Стария Завет в Новия Завет когда пришел Иисус Христос и явява Божия милост, показывайки и проявявайки Божия любов, как бы Бог меняется. Он становится добрым. То известно, что става добрым обаче отново по отношению на едините и в крайна сметка жесток по отношению на другите. Потому что в конце, когда мы читаем книгу Откровения, те, которые не были записаны в книгу жизни, придет на них суд. Здесь на земле. И суд вечного наказания. Поэтому здесь мы должны разобраться почему вот так это преподносится или понимается людьми. Я думаю, вот этот элемент, который я буду говорить, он в какой-то мере даст ясность. Опять же повторюсь, это богословская гипотеза. И если мы вернемся к книгу Бытие, шестую главу, то мы там увидим интересную историю. Там еще видим интересную историю. Был совершен Богом первый суд над землею, живущей на земле. Там написано, я просто буду сейчас цитировать, что сыны Божьи увидели, что дочери человеческие красивые, привлекательные, стали входить к ним. И после вот этого союза отношений у этих женщин рождались сильные, славные люди. Так написано, красиво. Я думаю, это не точный перевод, потому что он немножко носит понимание славный, сильный. Дальше можно продолжить писать достойный, красивый, сильный. Что всегда нам и социруется это такой народ. Славный, сильный. Но в отношении сынов Божьих есть разные понимания богословий. Первое, это считает потомки Сифа. Что вот когда родился Сиф, то стали уже поклоняться Богу. А до этого уже произошло идолопоклонство. И считает, что вот это есть линия Сифа. Они названы сынами Божьими. дочери человеческие это дочери Каина. С дочери на Каин. И как бы логически это понятно. Разбираме. Но все-таки когда мы читаем, находим, то есть мы смотрим Ветхи Завет и найти именно кому это адресовано сыны Божьи, то мы видим, относится к ангелам. Ангелы Божьи Божьи Ангели И конечно это книга, которая проливает какой-то свет на понимание ценов Божьих. книга Енох. Она апокрафическая, то есть ее признали, что она не вдохновенная. Один элемент, который действительно как-то трудно воспринять, что там один из этих сынов, детей, сыновей вот этих сынов, значит рост его был 3000 лактей. Так вот в нашем понимании изчисление полтора километра рост. Понятно, да, это нереально. Или это несколько нолей личных дописали, или это уже мисс. Но и по этой причине где-то действительно она скомпрометировала себе эту книгу. или автор этой книги. Или достоверность этой книги. И поэтому она полностью была исключена. затувать ай была исключена. Другая причина, я думаю более ясная или конкретная именно люди, которые причастны к всему этому, они ее убрали, потому что она их раскрывала. Если вы знаете, о чем говорит эта книга. Как Бог к этому отнесся? Если эта книга имеет истинное передачу, истинную передачу того, что на самом деле было, почему Бог не позаботился ее до следующего дня в каноне закрепить. Но ее нет. Но мы можем взглянуть в Новый Завет и видим, что эта книга первыми христианами цитировалась. И как история говорит, до третьего века она была читаемая. И в списке священных писаний, которые христиане читали, я думаю, это моя догадка, версия, почему Бог допустил, чтобы эти книги не было. исключивая от чтения христиан. Я думаю, первое логическое понимание того, что она последнему времени актуальна. И чтобы христиане, я думаю, ну, прежних веков сильно там не искали ведьм. да не трсят. Поэтому я думаю, что сегодня то, что эта книга говорит, оно носит ясность. Еще по какой причине? Потому что человеческая цивилизация дошла до такого уровня, что уже некоторые вещи, которые Библия описывает, чудо, чудеса, то они говорят, и мы можем теперь уже их творить, ученые. Один из явных примеров это генетика. Когда ученые уже так хорошо понимают устроение человеческой природы, гены могут они сегодня уже каким-то образом в эти гены вмешиватся да произведут манипуляции какие-то части ген убирать и заменять воспроизводить даже какие-то части человеческой плоти органов някакви човешки човешка плот и человека и човек и я думаю что сегодня конечно же нам будет более понятно что тогда происходило днес еще не по-ясно да разберем това което се излучивало в буквально смысл человеческая природа плот не может соединиться с ангельской плоти потому что ангелы без плоти без тела и нету как вот называют органов размножения которые мы Богом наделены чтобы размножаться физически но есть у нас еще другая составляющая нашей природе это душа и дух я думаю это тоже где-то именно в генетике оно есть и я думаю что именно тогда что произошло падшие ангели называют стражи 200 от этих ангелов они сошли на небо и начали как раз с неба да с неба сошли и начали произойти манипуляции генетические и започли эти генетические манипуляции на чубешках природы также они это делали и скрещивая с животными и в общем это произошло многообразие безобразие и весь мир развратился но цель этих падших ангелов а имя руководил ангелем чтобы создать сатана сыновей от своего семьи по своей природе взять от своей природы человека дьявол пытается посолствовать ему чтобы он стал более грешнее понимаете но природа все таки человеческая она остается поэтому когда людей причисляет к плевелам это не соответствует действительности просто есть люди я называю крайне испорченные ягин из них бывшие но я человек потому что я возродился свящим но вот это также дает и ясность что когда Бог израильский народ вел в Ханаан там эту землю населяли 10 народов которые Бог сказал изгнать уничтожить как раз вот такой тайсуд от мала до велика и даже животных которые у них были в хозяйстве я думаю что они продолжали заниматься этой селекцией этой генетикой руководствуясь падшими этими ангелами которые совершали если взять греческую мифологию конечно она сказочно описана но я думаю что там она исходит из реальных фактов оба че смятам что произвели затоистинские фактов и потом цитю с лукавия я думаю план сатаны чтобы остаться вот так скажем материально мир и существовать за да остане и существовать материалния свят аргумент какой-то факт чтобы аргументи и някакви факти остаться здесь за да остане тук и поэтому он задумал как раз да смешать от челевежеской своей природы смеси това човешкото с своя природа и човешката внутренность это сатанинская а внешне челевечка и многие эти существа мы назовем их гибриды нелюди еще Библия называет их нефилимы прямые наследники наделенные силою воли ума интеллект но сами по своей природе жестоки которые занимали то время старались занять главенство положения в человеческом роде я думаю вот эти династии фараонов не просто их называли детьми солнце там да это были прямые потомки и они так же не могли смешиваться с человеческим семьей поэтому вы знаете вот это они женились выходили замуж за своих но так как не имели в себе то есть силы жизни которую в человека Бог вложил они не могли воспроизводить себя поэтому они вымирали таким образом но это такая тема глубокая я не хочу дальше идти тем дальше влез тем больше дров я это высказываю как гипотезу и поэтому я думаю что вот как раз то это и ну так скажем обосновывать такое отношение Бога к этим народам но Господь сказал что последнее время такие появятся и если в какой-то степени вам известны вот эти сегодняшние достижения в генетике это всего лишь маленькая толика то что сегодня публично мы можем знать об этих достижениях еще в двенадцатом году когда я начал глубоко исследовать эсхатологию и все что этим связано и какие признаки в этом мире свидетельства как раз то что сегодня вот эти так скажем глобалисты как их называют они планы свои сегодня осуществляют чтобы влиять на весь мир изменить и перезагрузить если вы слышали об этом последнее вот их явно так скажем уже на практике применения их планов это вот эта болезнь по-разному ее называют последняя практика соболести и как от ее вот получить исцеление и когда получим исцеление от нее да эти вот уколы я слышал как ваш пастор а самчула как пастор как я верю духовный служитель божий понимая эту проблему как врач он проконсультировался с специалистами друзьями в этой области и я слышал семинар который он проводил он буквально это обосновал я помню он на нашем чаде вот епископства если вспомним что наше чад на епископе то и я его поддержал он так это сделал как сказать понимая что это очень ответственно и это действительно из ряда он выходящий как бы думаю что ну его не поймут но действительно это сегодня реально вы об этом слышали да ну опять же я говорю что мы воспринимем это как гипотеза может быть я сегодня говорю не все совсем ясно формат я думаю иметь право существовать такой и вот мы еще один момент здесь увидим когда антихрист как его называют да я по поводу не можете один момент куда-то антихриста как-то вы наречили его в послании фессалникинца апостол Павел называет его сын греха и сын погибели господ го нарича сына на греха и сына на смерт написано что это сын греха и сын погибели то я думаю вот это будет супер человек а смятам что это будет именно конкретно семя лукава наделенной власти он имеет природу своего отца и когда Иисус конкретно я думаю этим людям говорил которые противостояли ему он константировал факт выградите дьявол потому что вы исполняете прихоти его он от начала человекоубийц и поэтому их цель уничтожить человечество но господь наш сильнее и как бог дал обетование что семя жены будет его поражать в голову а он будет вот питать эхилеса да у нас есть какая-то слабость да у каждого из нас есть характери у кого-то в здоровье у кого-то может в каких-то других сферах и он пытается нас туда видеть он как рыкальщий лев ходит вокруг убегально наоколу ища тарсики куда поразить поэтому очень важно чтобы ты знал свое слабое место нам нужна кротость и смирение мне наверное всех больше хотя я выгляжу как бы таким покорным я очень амбициозный это вот наверное гены тоже русские не совсем такой хорошей ментальности кто не спрятался я не виноват так у нас говорят моя жена хорошо знает она особенно сегодня здесь поддерживает меня но у меня тоже характер очень железный только она может мне стерпеть и соответственно я только могу ее стерпеть еще один момент хотел добавить сон на выходе на ссора первый сон помните который он даже не помнил это во времена Даниила пророк книга Даниила и вот Даниилу дано было понять и изъяснить я думаю отчасти всего лишь именно значение этого сна помните да колос это колос или правильно сказать колос это истукан потом которого сделал на выходе носор он во сне увидел это и вот он понимаете так вот понял что потом он золотой этого сделан из тукана колоса чтобы все поклонились но Даниил разъяснил сон таким образом что голова это сам на выходе носор грудь персия железо римская империя железо римская империя каракай не буду сейчас няма да се задълбочавам детайлите но интересный элемент хотел отметить многие ступни глина смешена железом и сказал что и от горы и от планина оторвался камень и ударил куда в ноги камень это Исус а вот стопы железо и глина с глиной ассоциируется человек поэтому Бог говорит я гончар в руках моей человеческой души он ослепил да поэтому это тоже какой-то проливает свет на это и один я завершаю сейчас один из моих личных свидетельств не знаю как вы к этому отнесетесь но это реально было когда я приехал в город я проповедил уже где-то полгода прошло и после служения домашняя церковь была всего 15 там была и заходит одна женщина и сразу ко мне на вас огромная сила я говорю ну это Дух Святой действует но внутри у меня что-то начало колыхаться Дух чувствует что не тот Дух пришел и она говорит мне нужно с вами поговорить я говорю ну присаживайтесь мне присаживайтесь на диван женщина миловидная лет 50 у меня тут было меньше 40 лет мне было 47 лет ну это так к слову он мне рассказывает меня послал к вам мой муж нет мой железный человек ну понятно я сразу железный человек так думаю человек наверное не в адеквате я все разбираем явно человек не адекватен но она так логично последовательно начала излагать причину и все остальное я внимательно на ее смотрел и был удивлен в какой-то мере но и чувствовал что это правда хотя это как-то из формата реальности выходит через невероятность мой человек с которым я живу он приходит оттуда он называет себя железным человек и он послал меня узнать зачем ты сюда приехал это главенствующий дух над городом который послал но я был удивлен что как бы она воспринимает чуть ли не физически понимаете я говорю у вас муж есть она ну извините мы все взрослые она начала мне рассказывать что она имеет сексуальное переживание при общении с ним все это выслушав я помолился вам нужно покаяться увериться что за Христа дала Евангелие она ушла я просто упускаю другие элементы они столь важны я начал молиться через какое-то время думаю Господи сейчас мне понятно и даже вам понятно что произошло как он если он действительно существует этот вот железный человек это нефилим то мне пришло понимание что когда если ты Бог тебя посылает он нам дает служебных ангелов это не просто ангел хранитель предупреждает чтобы ты там не упал комарик не кусил там все остальное это служебный ангел обладающий властью а не наблюдает кто с неба приходит туда-сюда ты наблюдал от кой идва и когда он увидел что пришел ангел такого уровня власти в этот год зачем пришел этот человек он подбежал в синагоге один одержимый человек в самом начале его служения только он вступил я знаю ты сын Божий зачем ты пришел прежде времени нас мучить а не знает кто туда приходит это реально для нас христиан это должно быть понятно духовный мир существует духовный свят и эти плевелы эти сыны лукавы они реальны но это не люди это не люди и в последнее время я думаю дьявол очень сильно заинтересован как раз-то в развитии генетики евгеники чтобы этих своих сыновей которые лишились тела которые были во время потопа господь сказал что они будут духами нечистыми на земле и он пообещал дьявол пообещал воскресенье я так понимаю дьявол обещал что будет воскресенье сынам своим вот этим которые бестелесны они облекаются в тело поэтому эта гипотеза я думаю что она имеет право существовать я не говорю что ее буквально смысле как я ее преподнес воспринимать но в этом есть рациональное зерно это мое исследование я знаю что не я это исследовал только потому что я очень много специалистов прослушал богословов которые много десятков лет это исследовали но хочу прийти к такому вводу что это должно быть мы должны это понимать что когда ты видишь грешника человек не называй его плевелый не называй его ты сын лукавый потому что это может быть крайне испорченный человек заблуждение да он нуждается в освобождении покаяния может быть он и не покается но самое главное чтобы мы потом не ошиблись когда мы думаем что это от Бога человек а это именно тот который от лукавый да поможет нам Господь Дух Святого из-за того Бог дал Духа Святого общение водительство чтобы мы больше заботились о состоянии нашего Духа а не просто тела потому что Дух наш возрожденный он принадлежит Богу а тело наше оно здесь нам нужно для того чтобы прожить эту жизнь как я цитирую Павла Харчагина помните да Павел Ховчагин фильм о не фильм а книга кто автор да как закалялась стань нужно прожить жизнь так чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы у нас есть цель можно повторить фразы нужно прожить жизнь так чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы поэтому у нас есть цель проповед Евангелие грешников и возрастать вере амин пусть Господь благослови Господь благодарю Тебя то что Ты достал мне возможность поделиться этой мысль этим словом и пусть все то что от Тебя Господь оно усвоится в сердцах слушающих Тебе за все слава и честь мой Бог Отец и Сын и Дух и Святой слава и честь мой Господь аминь спасибо будьте благословенны слава Богу слава на Бога ну я рад что приехал человек радвам се че е душил човек с которыми я хоть могу так поговорить по науке по эсхатологии пройтись по доминам заедной эсхатологии по генетике по евгенике по генетике мы будем плавненько переходить к трапезе Господне и я скажу предварительное слово Господь побудил меня открыть одно уникальное место и это Евангелие от Иоанна 15 глава с 13 стиха здесь слово Божие говорит наш Господь говорит что нет больше той любви как если кто положит душу свою за друзей своих вы друзья мои если исполняете то что я заповеду вам Евангелие от Иоанна 15 глава 14 стих и дальше я уже не называю вас рабами ибо раб не знает что делает Господин его но я назвал вас друзьями потому что сказал вам все что слышал от отца моего не вы меня избрали а я вас избрал и поставил вас чтобы вы шли и приносили плод и чтобы плод ваш пребывал дабы чего не попросите от отца моего во имя мое он дал вам в этом месте Иисус Христос называет своих учеников друзьями и объясняет почему он так их называет потому что он рассказал им абсолютно все и вы знаете Иисус Христос называет апостолов друзьями Иисус Христос наречил апостолите приятели вот если вы так посмотрите на Евангелие в более такой полной картине что произошло после могли бы например назвать человека своим другом когда после того как вы назвали его своим другом и потом пришел какой-то тяжелый момент и это друг самый трудный момент вас бы просто предал не то что оставил и не просто предал а продал бы вас за деньги и просто бы оставил вас могли бы назвать такого человека потом своим другом я думаю что ну лично я бы не смог бы у меня был например очень хороший друг он прошел через афганско войну когда мы были студенты делили хлеб последний и потом я написал ему письмо и говорю ну друг мой не называй меня своим другом потому что я не друг тебе как не друг мы столько времени прожили вместе последний кусок хлеба делили последний парча и хлеб споделях ми ну у меня есть свои возражения но я ему так и написал ты знаешь что Иисус Христос называет своих апостолов друзьями и даже после того как они предали его и продали он не перестал их считать друзьями и вы знаете вот Иисус Христос говорит я сказал вам все вот среди всего того что он сказал своим ученикам была такая одна уникальная фраза и придет такое время когда мы придем в Иерусалим меня возьмут и придут насмерть и подвергнут многим мучениям и умертвят меня но на третий день я воскрес вот это Иисус Христос говорил своему ученикам конечно говорил я хочу открыть еще одно место где об этом очень подробно говорится я все равно прочитаю потому что очень важное место и это написано в Евангелии от Луки 24 глава 13 стиха в тот же день двое из них шли в теление от стоящей стадии на 60-е от Иерусалима называемой Эмаус и разговаривали между собой о всех событиях и когда они разговаривали и рассуждали между собой и сам Иисус приблизившись пошел с ними но глаза были их удержаны так что они не узнали он же сказал им о чем это вы идя рассуждаете между собой и от чего вы печальны один из них именем Клеопа сказал ему в ответ неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни и сказал им о чем они сказали ему что было с Иисусом Назарянином который был пророк сильный в деле и слове перед Богом и всем народом как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его ну и так далее и они рассказывают Иисуса Христу о том что с ним сделали потому что они его не узнали и потом Иисус Христос что делает Иисус Христос очень подробно на основании всех пророков начинает им объяснять что на самом деле произошло и что ему надлежало что ему надлежало быть убитым и что надлежало ему воскреснуть в третий день и потом они идут к апостолам рассказывают и вот вы знаете я почему эту тему поднял сегодня может быть кто-то думает но я не достойно Иисуса Христа он такой прекрасный бог он столько чудес сотворил это человек совершенный это сам бог пришедший во плоти я даже не достоин смотреть на него вы знаете я думаю что точно так же думали и ученики когда предали его я думаю что если бы Иуда Искариот правильно бы понял что говорили пророки и какого было истинное предназначение Иисуса Христа то он бы не повесился он пошел бы упал бы к ногам Иисуса Христа и просто покаялся и пошел бы потом на небеса но дьяволу удалось обмануть Иударь Искариот все остальные ученики потом покаялись и вот эти слова что когда Фома упал ноги Иисус Христ и сказал истинно ты есть Господь Бог потому что он увидел о том что Иисус Христос был мертв и теперь он действительно жив и он смог действительно пощупать его руки пронзенные и просто прикоснуться к нему потому что такое мог сделать только Бог и вы знаете вот эта дружба Иисус Христа она сегодня простирается к нам вот независимо от того кем ты себя считаешь достойным или недостойным Иисус Христос все равно считает тебя своим другом потому что у него такая любовь она все покрывает все переносит можете сказать на это аминь я могу так сказать что мы и по сей день я например не могу сказать что я друг Иисуса Христа но что я могу сегодня точно сказать о том что Иисус Христос точно мой друг его дружба ко мне настолько сильна что она делает меня достойным его дружбы по великой милости и изобил благодати не потому что я хорош потому что он настолько хорош слава нашему Богу И вы знаете еще одно место сегодня хочу прочесть последнее это глава запрещена к прочтению в синагогах ортодоксальных это знаменитая 53 глава пророка Исаия запрещена запрещена потому что сразу понятно о ком это пророчество я думаю когда ученики опять прочитали вот эти места у одного другого третьего пророка они вопрошали как мы этого не понимали это же написано об Иисусе Христе все это исполнилось не потому что он заслужил этой смерти потому что он пришел чтобы умереть и пришел чтобы умереть за меня за мои грехи пролить свою кровь не пожалел своей души чтобы моя душа пошла в хорошее место я прочту со второго стиха можно без перевода потому что мы уже переходим к причастию это уже не для телевидения ибо он зашел пред ним как отпрыск и как росток что-то что-то